всем привет подвожу итоги первой недели тренировок по методу филомагатона начнем буквально сразу цифр на этой неделе я запланировал 40 километров очень консервативный объем на самом деле был большой перерыв и с чего то надо начинать было четыре тренировки легкая понедельничная две десятки в течение недели и как псевдо длительное воскресенье на самом деле конечно длительное это должно быть подлиннее но пока стартую очень консервативно очень аккуратно смотрю как такой регулярный режим четыре тренировки в неделю строится мою жизнь и насколько быстро я буду или уставать или восстанавливаться по плану все тренировки выполнил и помимо этого на этой неделе была такая важная история я сходил сделал тестирование на беговой дорожке расскажу что без лактата только вентиляторная и для чего ну во-первых проверить формулу 180 минус возраст где целевой пульс моих тренировок должен быть в районе 130 по тестированию ну что интересного да можно здесь увидеть лактатный порог у меня 1 на пульсе 134 что близко достаточно так результатом а формулы 2 168 пока еще рано туда посматривать что немножко расстроило это то что максимальная зона утилизации жира находится ниже границы 113 120 бегая на низком пульсе есть также дополнительная задача да и прокачивать в том числе функции утилизации жиров но так сказать собрав все эти данные в кучу я для себя определил целевой пульс с которым планирую тренироваться это диапазоне от 125 до 130 это ниже первого лактатного порога чуть выше чем максимум утилизации жира но естественно зависимости от погоды и собственного состояния в любом случае пульс будет что получилось по пульсу зеленым выделено первая неделя я отмечаю тренировку скорость вернее темп с которым я ее пробежал пульс и дальше по формула вычисляется и фишинс и фактор этот самый еф до который есть тренинг пикс формула джо фрила простыми словами это ваша скорость деленная на ваш пусть эффективность вашего берта результат который вы получаете скорость который вы пробежали дистанцию делены на затрат до которые вы вложили то есть на то сколько раз сердце у вас прокачала кровь пока смотри здесь не на что я не ожидаю что какой-то значительный прогресс здесь появится раньше чем через два-три месяца но тем не менее все пробежки были диапазоне от 123 до 127 ударов в минуту что соответствует каким-то плановым ожиданиям пока все на этой неделе ну я уже пришел первую тренировку этой неделе сегодня понедельник как я сказал буду продолжать и через неделю подведу итог того что получилось на этом пока все чуть позже я обязательно расскажу о том как и почему я пришел к идее тренироваться такой методики долгосрочный план такие старты запланировал ну и так далее и так далее но для недельного отчета пока достаточно всем пока